Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы проводим разговор с легендарным генерал-полковником в отставке Ивашовым Леонидом Григорьевичем. Здравствуйте, Леонид Григорьевич! Здравствуйте, Евгений Викторович! Здравствуйте, наши уважаемые зрители! С вашего разрешения, Леонид Григорьевич, представлю вас немного. Вы, с одной стороны, ну, понятно, генерал-полковник, с другой стороны, вы служили в Косово и при Карпатском военном округе, то есть на территории Украины. Да, 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 так было. В свое время. И 31 января вы от имени офицерского собрания выпустили письмо канун войны, в котором предупреждали российское руководство о недопустимости начала военного конфликта с Украиной. Да, ну, плюс ко всем моим недостаткам, я еще доктор исторических наук и в то время был профессором МГИМО на факультете международной журналистики. Так что мы, и вот, было образовано еще в 2002 году Общероссийское офицерское собрание, на котором меня избрали председатели. Что такое Общероссийское офицерское собрание? Ну, это сообщество офицеров всех силовых структур и спецслужб с запаса или в отставке. То есть это ветеран. Среди нас была мощь, ну, с развитием мы основой своей сделали аналитику ситуации мировой с точки зрения угроз нашей безопасности, безопасности России. Анализировали внимательно ситуацию, которая происходила в вооруженных силах и других силовых структурах. То есть вот на этом, значит, мы основывали свою деятельность и, естественно, постоянно с каждым заседанием и Высшего Совета Офицерского собрания, и тем более, когда проводили сами собрания, мы глубоко проанализировали вот состояние армии нашей. Вот. Состояние других силовых структур, разведки особенно. Вот. И что происходит в мире. И плюс я еще возглавлял Академию геополитических проблем. То есть Академия включалась, то есть до тонкости разбирали состояние мира и тенденции его развития. Когда мы, значит, вот видели, что вот уже готовится вот эта спецоперация, они же, я скажу, почему мы, значит, вот так обеспокоенно отнеслись, то сделали просто предупреждение о том отказе от этой вот операции, которая стала называться, а в целом-то война с Украиной, и мы ее считали авантюрой. Леонид Григорьевич, вот уже два года прошло фактически с момента вот этого вашего знаменитого заявления с предупреждением о недопустимости начала боевых действий в отношении Украины. Как вы сейчас оцениваете, вот спустя два года и почти два года уже с начала того, что российская власть называет специальной военной операцией, как вы сейчас оцениваете последствия? Совпали ваши прогнозы с реальностью? Или, может быть, хуже стало? Или в чем-то лучше? Ну, во-первых, в заявлении мы говорили о стратегической ситуации в отношении России. И я заявлял, что мы не видим вот той критической черты, после которой могли бы нарастать угрозы. Мир в целом был стабилен. Да, стратегические ядерные отношения были нормальны, по сути дела, никто не угрозал. Ну, и мы сделали выводы, каковы будут последствия. И как раз вот в выводах говорили, что угрозы для России усилятся, что экономически будет сильнейший удар, что нас выдавят из Европы. Да, ну, короче, можно вернуться, посмотреть. Все, безусловно, наши прогнозы оправдались. Более того, мы не могли предположить, что будут взорваны там северные потоки. Вот это трубопроводы, идущие в это. Мы еще не могли предположить, что более 50 стран мира станут помогать Украине. Ну, еще и, безусловно, мы не могли предположить вот такой характер войны. И, конечно, мы тогда еще не было объявлено о спецоперации, и мы не предполагали, что целями именно будет вот эта деноцификация, демилитаризация. Мы полагали, что Россия, значит, ну, вот просто выйдет на рубеж административных, домайданных границ, значит, от 2014 года. Вот, то есть Донбасс, Луганск, которые мы объявляем, значит, своими, вот выйдем, выстроим здесь оборону, и дальше не пойдем. Потому что, да, были обсуждения у нас жесткие и острые, но мы подсчитали, что если и были, я говорю, у нас сторонники, они сегодня продолжают эту линию, значит, которые вот всю Украину взять под контроль, вернуть ее чуть ли там не в состав будущего Советского Союза и так далее. И вот там приводились доводы, да, что Украина 1344 малых, средних и крупных города, значит, надо в каждом какой-то гарнизон иметь, вот, а Россия не потянет. И, конечно, очень мы внимательно просчитывали ситуацию, и развернуть даже 150 тысяч на фронте почти 2000 километров, это вообще не военное искусство, это чисто авантюра. И причем идти на подготовленную, хорошо подготовленную оборону противной стороны, то есть Украины. Вот, по сути дела, все совпало, но более даже, вот я говорю, более состоялись ответные меры, о которых мы предположить не могли. Например, что Россия, российское руководство полностью сыграет на интересы Соединенных Штатов и Британии. А в чем это выразилось, по вашему мнению? А в чем, ну, то, что мы газ перестали поставлять, а американцы, поверьте, международными делами занимался много лет. Вот, возглавлял крупные структуры, в том числе, главное управление международного военного сотрудничества. И мы под руководством, вот, особенно, там, Евгения Максимовича Примакова, ну, нашего министра Игоря Дмитриевича Сергеева, до этого Игоря Николаевича Родионова, мы все делали для того, чтобы снизить угрозы со стороны НАТО. А для этого, значит, ну, размыть их консолидацию вокруг США и делать Европу более-менее самостоятельной. И у нас это получалось. Вот эта формула безопасность через сотрудничество, не через нагнетание там напряженности, гонку вооружений, а именно через сотрудничество. И Европа не хотела войны. Многие страны тяготились и по сей день тяготятся тем, что они члены НАТО. Швеция, Финляндия вообще, значит, хохотали над Норвегами. Это мы, военные, вступили в Совет Северных стран, чтобы там, значит, отодвигаться с этого направления угрозы. Так вот, финны и шведы хохотали над Норвегами, ну, как когда-то мы там над Чукчами, что они вот влезли в НАТО и так далее. И движение было вот в сторону сотрудничества. Ну, я приведу вам, пожалуйста, ну, конец 90-х годов, там, ну, 98-й год. Мы с немцами проводили с Германией 56 совместных мероприятий. В том числе там и десантники наши там прыгали вместе. И мы, и они нам программу предоставили бесплатно готовить нас. Ну, армия в условиях рынка. Мы не знали, вот как там с заказами вооружений, да вообще вот с этим бардаком, который творится. Вот. То есть, вот это вот сотрудничество, оно, оно было очень сильным. Совет России НАТО, да, где мы основополагающий акт. Ну, вот Совет России НАТО, значит, там, и основополагающий акт России НАТО, там три уровня было вот этого сотрудничества по безопасности. Первое. Совместные консультации по угрозам, возникающим угрозам европейской безопасности. Второе, значит, это совместные решения по подавлению вот этих зарождающихся актов угроз. Ну, там, межнациональные, межконфессиональные вот эти возникали. Да. И третье, то есть совместные мы принимаем решения. И третье, совместные действия. Совместные действия вот по подавлению этих актов угроз. И мы видели, как европейцы, то есть мы формировали систему европейской коллективной безопасности. И в этом плане Украина, вот, особенно когда Александр Иванович Кузьмук был, значит, министром обороны, Украина активно участвовала, Республика Беларусь, конечно. Мы предлагали, мы видели слабости европейского компонента НАТО. Ну, слабости для них, что американцы, значит, их там держат в строгих рамках, но они не дают космическую им составляющую, даже для связи. Они монополизировали. Не было транспортной авиации. И вот мы с французами, значит, стали реализовывать программу космическую. Россия, значит, и Франция, вот этот космический компонент, французы схватились за это, значит, очень сильно. Мы стали разрабатывать совместно самолет с Украиной, с Антоновской фирмой. Ан-72 для поставки европейским странам НАТО. Ну, много вот этих мероприятий. То есть, вот реальные угрозы, которые могут возникнуть, конфликтные состояния, мы, значит, пытались вот через сотрудничество их разрешать. Я вот с точки зрения, Олег Григорьевич, чуть-чуть добавлю, да, с точки зрения обывателя, вот в то время, насколько помню, по Ираку, по-моему, когда были обсуждения, соответственно, американское вторжение в Ирак, да, как раз тогда Россия, Германия и Франция, они вот выступили консолидировано против, да, англосаксы, соответственно, в итоге они, да, продавили, но это не было какой-то, соответственно, даже общенатовской поддержки вот этому вторжению. Ну, да, и это вот было, естественно, не принимали участие, но там не только вот Германия и Франция, но Бельгия. И другие страны не принимали это участие, ну, безусловно, не без нашего воздействия, вот, и еще вопрос вставал, ну, по крайней мере, дважды серьезно вставал, вопрос о создании именно европейских вооруженных сил, да, ну, там по-другому называли, и вот именно, опять же, активистами в этом направлении были Германия, Франция, Бельгия. То есть противовес американцам? Противовес, да, американцам, да, вот, и Украина тоже вот в этом участвовала, ну, в политическом аспекте продавливания, что вот, пожалуйста, создается европейская система, система европейской коллективной безопасности со своим военно-политическим, значит, элементом. Вот, и это двигалось, но потом резко, ну, Евгений Ваксимович Примакова отправили в отставку, потом, значит, с приходом Путина, значит, ушел в отставку Игорь Дмитриевич Сергеев, вот, естественно, потом, Игорь Дмитриевич Сергеев, министр обороны, ну, затем меня в отставку, и, по сути дела, разогнали, вот, главное управление международного сотрудничества, значит, наслабили, ну, пришел Сергей Борисович Иванов и сделал резкий крен в сторону американцев, не европейцев, а американцев. Ну, затем Сердюков, небезызвестный, который генералов заменял женщинами красивыми, нужно признать, да, и бригадный состав, то есть, и он, ну, перед... Ну, даже вся страна-то наблюдала, как он там... Ну, да, ну, мы видели, что, как у нас, там не столько женщин, хотя, безусловно, ну, как, например, можно женщину, которая признавалась, да, господа, госпожа Фральцова, ой, я мимо воинской части даже боялась проходить, вот, ее познание об армии, а ее назначают начальником главного управления военного образования и военной науки. Мы видим, как ее выпускники воюют, да, там много, там это катастрофа для армии была, вот, вот, Сердюковский период, вот, и мы знали прекрасно, вот, в январе 22-го года, в каком состоянии находятся именно вооруженные силы. Ну, получилось даже хуже, чем вы предполагали, получается, да? Хуже, да, хуже, гораздо хуже, ну, по крайней мере, мы, ну, где-то недооценивали, что ли, мобилизационные возможности. Мы считали, что они в какой-то мере есть. Мы не могли предполагать, что на складах, ну, есть тактический, оперативный и стратегический резерв. Вот, и, значит, есть воинские части кадра, полки дивизии кадра, мы знаем, но их разогнали при Сердюкове окончательно. Но запасы на мобилизационный период, а это начиная, там, от сапога, портянки, ну, там, всего ли по-другому, котелок, там, все-все обмагирование, это есть, потому что первый эшелон армии мирного времени при большой войне, это первый эшелон, который сдержит агрессию противника, вот, и даст возможность развернуться армией военного времени. А для этого, я говорю, вот, все должно лежать в запасу. Мы не могли предположить, я опираюсь вот только на средства массовой информации, которые, вот, подавали, что разворовано было полтора миллиона комплектов, вот, для военнослужащих, и поэтому объявили... Но мы даже не слышали, кто за это наказан вообще, то есть ушло или ушло. Заместитель министра обороны по тылу, да, он был снят, вот, но он направлен там в генеральную инспекцию, продолжает служить, да. Ну, так, и когда показывали, вот, на фронте, ну, это вот пригожинцы, вагнеровцы, когда им боеприпасы поставляли, открывают ящик с боеприпасами снаряды ржавые. Вот этого мы никак не могли предположить, потому что с советских времен была система, вот, вот этих арсеналов, складов под боеприпасы. И я помню, когда начальник генштаба на одной из коллегий Министерства обороны, значит, Квашнин, генерал армии, он, у него полиция была такая, значит, полгода он объявляет, директиву издает о сокращении, там, численности, ну, подразделений центрального аппарата, значит, вторая половина года, это, значит, понижение категорий должностных. Ну, сегодня ты служишь, служишь, дослужился, и полковничья категория, есть шансы получить полковник. Это мечта большинства наших было советских офицеров, стать полковник. Вот. А приходит директива генштаба, что вот твою должность, твоя должность уже не полковник, а подполковник, то есть понижение. И он держал офицерский состав вот в таком постоянно тревожном состоянии. Это генерал армии Квашнин. Я не знаю в истории ни одного такого столь низкого уровня начальника генштаба российской армии. Ну, было так. И вот они с Сердюковым там, значит, а потом Макаров сменил Квашнина. Они многое чудили, чтобы убить боеспособность войск. Плюс мы знаем, что вместо того, чтобы 150 часов налета на самолет нашей ВВС отрабатывалось в год, всего 12-16. Нет керосина авиационного, нет топлива. То есть в 10 раз меньше, получается? Да, да. Ну, то же самое. Вот выросли генералы. Ну, вот я даже нынешний, который вижу, я вижу. Да, они проходили ступеньки все. Должностные вроде бы. Все прошло. Но ведь учений не проводилось. У меня где-то была статья, по-моему, в «Независимой газете», где я как раз вот там писал, что ротные учения стратегического масштаба, которые вот на Северо-Западе проводил Квашнин Торч. Ротные учения, ну, где-то батальонные учения, там 3-5 танков всего, и проводят стратегические учения. Они ничего не дают ни войскам, ни оперативным штабам, вот, потому что нет войск. То есть реально это командно-штабная игра, по крайней мере, всего лишь. Потому что не было, вот, для армии топлива. Не было там и других, тем более боеприпасов, чтобы обозначать. То есть проходили вот генералы ступеньки вот эти вот, но реально ни боевой подготовки не было, не было командно-штабной серьезной работы, вот, чтобы штабы тренировать на учениях. Вот, и не было реальной подготовки войск. Армия существовала как карточный домик. Вот это тоже учитывали. И учитывали, кого учила госпожа Фральцова. А потом, когда мы, офицеры, жестко выступили, стали критиковать Путина, а ему идти нужно было на выборы 12-го года. Он, я помню, генерал-полковник Воробьев звонит мне поздно, Леонид Григорьевич, ура, ура, мы победили. Значит, Фральцова снята с должности. Ну, там уже департамент преобразовали, главное управление, но шо-то не меняло, да. А утром, смотрю, звонит, вот, что снял вот эту. Она кандидат педагогических наук была всего лишь что-то. А потом, смотрим, назначается опять на эту должность. Женщина, уже Путина, после вот выборов 12-го года. Назначается госпожа приезжего. Открываем ее режиме специалист по акцизам алкогольной продукции. Мех и грех, что называется. И мы это рассматриваем, и я по сей день рассматриваю, как враждебные действия по снижению боеготовности и боеспособности наших вооруженных сил. Вот что творилось. И вот идти воевать против профессиональной армии, какая бы она там ни находилась, но не в таком состоянии, как российская. Идти, вот, наступать на подготовленную оборону, ну, это, по крайней мере, стратегическая ошибка, если не преступление. Понятно. Леонид Григорьевич, смотрите, вот с высоты вашего опыта, ваших знаний, да, у вас же помимо всего прочего, помимо вашего боевого опыта непосредственно в той же Югославии, вы еще писали диссертацию на тему... Докторская диссертация у меня «Эволюция геополитического развития России». Мы историю вот смотрим, но я считаю, геополитику – это наука наук, потому что геополитика, значит, вот именно учитывает все факторы, и географические, значит, и геофизические, и учитывает вот этот фактор близости духовной. И ведь Россия развивалась, начиная с 16-го, до 16-го века, у России, собственно говоря, вот центральной идеи не было. Мы ходили там, воевали, отражали там нападения, но куда двигаться не знали. И вот с идеей, сначала вот с идеей «Москва, Третий Рим», это 16-й век, там Инок, Филофей, значит, вот в иском «Москва, Третий Рим», два Рима пали, четвертому не бывать. Вот его, что нам нужно возглавить вот эту чистоту православно-христианской веры. Вот, а этим было православие. Не случайно мы там и в 1492 году сражались. И вот это наше духовное православно-славянское пространство, оно стало и работало вот до конца Советского Союза. И вот у меня девочка, я преподавал там, значит, сейчас она уже Анна Николаевна, тогда Анечка была Клименко, она защищала диссертацию кандидатскую. «Москва, Третий Рим» как первая доктрина России и СССР. И вот, как мы с ней там трудно не спорили, тем не менее факты показывают, что именно Сталин, вот самый большой вклад внес в то, чтобы именно вот образовать вокруг России вот это православно-социалистическое сообщество. Вот. А здесь мы разрушаем, конечно. И вот ядром, ядром этого как раз вот, значит, православно-славянского единства являлась именно Россия, Украина и Беларусь. И дальше посмотрите, балканские страны. Леонид Иванович, вот с высоты вот и вашей диссертации, да, и вашего военного опыта, как оцениваете сегодняшнее геополитическое положение России, ну, в первую очередь, наверное, в привязке к Украинскому фронту, и, ну, и в целом в взаимоотношении с другими государствами? И какой ваш прогноз дальше вот развития при, скажем так, инерционном сценарии, если все будет развиваться так, как есть? Ну, каков никогда в нашей истории, даже в период смутного времени, Россия не находилась в таком плачевном состоянии. Вы понимаете, если взять вот наше место и нашу роль сегодня вот в мировом геополитическом пространстве, мы там изгой. О чем мы в своем заявлении говорили? Страна превратится в изгоя. Вот мы это получили. Посмотрите, вот величайшее событие произошло в конце минувшего года, об этом мало говоря. Вот чтобы... Это наша идея Академии геополитических проблем и Общероссийского офицерского собрания, кстати. Вот. Группа «Создать коалицию антизападных стран». Это еще Самирель Хантинг, американский профессор из Гарварда. Вот он в начале 90-х годов написал статью, а потом книгу «Столкновение цивилизации», где он говорит, что мир сегодня состоит не из отдельных государств. Это он у Николая Яковлевича Данилевского нашего списал. А мир состоит из цивилизации. Вот. И линии между цивилизациями станут линиями фронтов в 21 веке, если мы не осуществим вот это взаимодействие межцивилизационное. И вот исходя из этого, ну, пожалуйста, это мы военные шанхайскую организацию сотрудничества предложили, вот, чтобы объединить вот этот евразийский континент. Предложили, значит, да. И на опыте показали взаимодействие министров обороны, ну, стран шанхайской пятерки, потом шестерки и так далее. Получили. И дальше нужно было шагать на следующий уровень. Вот Запад захватил и власть мировую, по сути дела, объединяем вот этим термином Запад. Значит, все там и теневые, и масонские структуры, и транснациональные, и глобальные корпорации. Вот, значит, объединившись, навязали нам через свою диктатуру вот и экономику вот эту рыночную, дикую там, ну, и вплоть-плоть-плоть вот до искусственного интеллекта. И противостоять в одиночку ни одно государство не может, даже этим транснационалам. Вот, ну, вот BlackRock, посмотреть, 20 с лишним триллионов долларов активы только ее, а у американского, вот, за прошлый, ну, 22-й год там, ВВП американское 22-26, по-моему, триллионов, да, сопоставимые вот эти государства с транснационалами. И поэтому вот нужно объединяться. И вот была создана группа стран БРИКС. Это представители государства, или являющиеся, как Индия и Китай, мировыми этнокультурными цивилизациями, или, как Бразилия, представляющая, значит, цивилизацию Латинской Америки. Вот, вот это все нужно учитывать. И Россия там действительно, и президент Путин вот схватились и сформировали. Вот, как бы, вот это штабное ядро пока. И вот следующий рывок был. Да, там не было представителей исламской цивилизации, но не могли определиться. Иран под санкциями, Турция член НАТО. Вот, я там предлагал Индонезию, и не согласились. И вот смотрите, происходит в конце прошлого года. Пять государств к пяти государствам. Пять государств сразу становятся членами. Из них четыре – это исламские государства. Вот, понимаете, какой рывок произошел. Но нашего президента туда не зовут. А Сергей Лавров, вот, наш уважаемый дипломат, ходит к нему, никто не подходит. И это вот то, о чем я говорю. Страна – изгой. Вот. Так что, вот это наш итог. И сегодня, посмотрите, мы всегда где-то пытаемся, чтобы нас там даже на встречу с президентом там приехали, то руководители африканских государств, ну, где-то вот арабских там, ну, заманиваем сюда, чтобы показать, что мы не в международной изоляции. Ну, а прогноз у вас какой? Вот, если, предположим, там Путин переназначается в марте, да, и как-то правит дальше в своем русле? Евгений Викторович, мы от каждых выборов, любимых, вот я по себе даже ощущаю, таких нас, наверное, большинство, мы понимаем, что выборы – это не выборы. Это все фальшь, ложь и не более того. И никакие, не идут ни один кандидат с какой-то программой. Идут с лозунгами только. Мы улучшим, мы повысим, мы ускорим и так далее. Но, тем не менее, вот и на эти даже выборы я, естественно, голосовать не буду. Я уже давно раскусил, что это такое, да. Но мы ожидаем, ну, вот чего мы, понятно, кто будет президентом, и все это выстраивается так, чтобы безоблачно проходили эти выборы. Да, но, тем не менее, ну, вот думаешь, ну, вот Путин, ну, неужели он не видит, он не настолько глупый, не видит вот приближение к катастрофы. Пожалуйста, там, по… Вот зима, снег навалило, значит, морозы ударили, все. Мы близки к катастрофе. Взять систему образования, взять науку. Ну, все вот эти жизни, жизненно важные сферы нашего бытия, они все в таком вот полукатастрофическом состоянии. Да плюс еще вот эта война. Что мы ресурсы свои, раньше мы их там успешно только разворовывали, но сегодня их приходится еще и тратить на производство снарядов, там, боеголовок и всего-всего, которое существует, ну, несколько дней там, ну, может, месяц. Изготовил, быстренько на фронт, пульнул и давай следующий. Вот куда мы ресурсы тратим. Мозги свои тратим вот на эту бессмысленную войну. И вот, я думаю, с надеждой. Ну, вот Путин все это осознает и затем начнет реальные перемены в стране. Начнет с возрождения духовного единства наших народов. Больших затрат не нужно. Просто нужна четкая и жесткая политика, потому что вот эта межнациональная рознь, она сегодня разъедает Россию. Вот Башкортостан показывает раз. Второе, с подъема культуры. Я вот забыл фамилию, когда выступал выдающийся наш скрипач в Совете Федерации. И он сказал, значит, такую вещь, как раз при обсуждении бюджета. Он не с концертом, а с речью там выступил. Потом, наверное, играл на скрипке. Вот, и, значит, он говорит, что если бы я увидел вот в вашем проекте бюджета, что вы на один процент подняли вложение в культуру, я бы вам аплодировал. Потому что вот именно один процент там вложений в культуру, значит, он бы привел там и к повышенному росту производительность, труда там и прочее, прочее, прочее. Вот. Но я бы, может быть, и в культуру, и в образование однозначно. Когда президент, вот мне стыдно, меня аж трясло, когда президент, выступая там перед определенной аудиторией, семь раз, говорит, вот мы пошли там, Минск-1, нас обманули, Минск-2, нас кинули, там тоже, значит, мы до Киева дошли, нам пообещали, не выполнили. Ну, подождите, как можно, вот, все нас дурят, похоже. А дурят кого? Дурака дурят, наивного, глупого человека. Вопрос профессиональной пригодности такого президента, которого все обманывают. Ну, вот, первое, надеемся, что, осознав, вот, Путин прекратит вот эту очень подлую, страшную коррупцию, которую, самое страшное, это кадровая коррупция. Когда хорошие решения, программы даже предлагаются, вот, в какой-то отрасли, но туда ставят человека, который первый раз, вот, как Сердюков, там, этих женщин принимал на Минобороны, на должности в Минобороны, так вот и вот эта политика путинская, Медведев также, значит, вот проводил. Человек заходит, значит, где-то в цех, в лабораторию, и всему удивляется. Он впервые это видит, и впервые об этом слышит. А его ставят, вот, иди возглавляй. Это я из опыта знаю, да, самое замечательное решение, но поставь идиота туда, или не профессионала, вот, и он все развалит. Потому что он наберет таких же, ну, где-то моя формула была, вот, в начале 2000-х, там, о кадровой политике. У меня там, в РИА Новости, тогда можно было, Академия геополитики там, значит, считалась, ну, уважаемой, и нам давали, значит. Вот. И мы предложили проект геополитической доктрины России. И отправили его Путину. Да. Что значит геополитическая доктрина? А это лет на сто вперед. Вот, вот, первый этап на 50 лет, куда мы идем? Потому что так, как зигзагами вот эта Россия после Сталина стала ходить, то налево, заблудились, пойдем направо, потом давай, приельцы, пойдем назад туда, как там Россия жила, там, до 20-го столетия. И мы бродим, вот, не знаем, куда идти. В отличие от тех же американцев, англичан, от немцев. Вот. И так далее. Вот. И предложили вот этот проект геополитический, проект только. Ну, Путин отправился в Бестон, не читая, естественно. Вот. Ну, а там мы получаем, ну, люди везде наши есть. Они сообщают, что вот резолюция, некто там, Успенский. Вот. Он пишет подчиненному своему, дает ориентир. Геополитики, как науки, нет. Это наука о фашизме. Вот с таким уровнем знаний, значит, они отвергают наш проект. Ну, естественно, мы в РИА Новости тогда, значит, презентуем. Презентуем, значит, это. И я вот эту резолюцию зачитываю. И мне там девочка задает вопрос. Ну, а почему у Владимира Владимировича нет такой кадровой политики? Я говорю, как нет? Есть. Посмотрите на его окружение. А можете сказать? Я говорю, да. Вот. Два его ведущих подхода. Не выше ростом и не умнее. Как раз вот там Медведев крутился. Ну, вот такой. Вульгарный немножко, да. Но то, что не умнее, мы видим, кого он приближал, из кого он там раскручивал. Во-первых... Ну, Игорь Иванович, давайте по-честному. Вряд ли после марта в этом смысле что-то к лучшему изменится. Человек 24 года у власти и... Нет, Евгений, давай все же... Да, я говорю, что это моя. Я не призываю ничего, но я на выборы не пойду, потому что я ходил уже. Меня двигали вот именно, когда Джуганов кинул, когда мы... Общенародный президент должен был идти. И вот так, значит, именно Компартия разработали ну, этот механизм или алгоритм вот как выдвижение и так далее. И, значит, вот мы шли на выборы 2012 года вот под этим... Значит, под этой эгидой общенародный президент. Все вот эти офицерские сообщества присоединились еще организации. Вот. А мы встречались от общероссийского офицерского собрания. Вот я встречался с Геннадием Андреевичем, поговорили. Да, 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 да. Вот. Но потом, когда вот уже ближе к выборам, ну, я не знаю, насколько там, ну, вроде вот, как я стал опережать Геннадия Андреевича вроде по возможности или где-то сравнялись, это они разработали эту методологию, вот как определять там. Я не хотел и не мечтал. Вот. То потом, значит, ссылаясь, перестали с нами встречаться, и Геннадий Андреевич мне несколько раз встречался, ну, давайте соберемся, определимся. Он мне стал разъяснять, как будто я беспортийный, я никогда в КПРФ не состоял. Я был членом КПСС и остаюсь им. Духовный, да. Это, ну, социал-демократию не по мне она. Да. Вот. И когда стал опережать, ну, мне говорили, я, штаб там наш был и так далее, совместный, мы готов были его поддержать. Но нас вот так вот отшивают, есть принцип демократического централизма, если вот пленум там решит, мы, я не могу без пленума. Ну, короче, нас отодвинули и даже на предварительные там заседания перестали пускать и на пленум даже не пригласили. Более того, Валентин Купцов на это коммунисты, он мне говорит, приезжай, все пропускай, там на шесть человек есть и так далее. Мы приезжаем на КПП, нам, значит, на проходной говорят, да, были, но были, их изъяли и вас просили не пускать. Ну, вот такие. И мы тогда быстро организовались там за 11 дней, я не предполагал даже, ну, собрали необходимое количество, создали необходимое количество штабов, люди на местах, вот, начиная с севера, Кавказ там везде создали, провели соответствующие мероприятия, и мы шли, ну, меня вот выдвигали, 76 организаций, которые должны были вот участвовать совместно с КПРФ в, значит, выборе. Ну, Леонидович, Центральная избирательная комиссия не могла вас зарегистрировать, это было бы слишком опасно для Путина. Вы знаете, Чуров, да, Чуров, он равно относился ко всем, и всегда там встречались, говорили, и потом, я помню, да, там в Центре избиркоме, ну, много военных, и так далее, они нам помогали, ну, ни в чем, ну, вот там, значит, правильно оформить, и я там убедился, что снять могут любого, ну, например, вот напишет неправильно, значит, там, адрес, там, дом номер 21, К1, КВ, там, 36, все уже ошибка, потому что надо писать не К-корпус, а Корп, там, и вот такие детали, ну, но это ребята помогали, я честно говорю, да, вот, а потом, значит, я приезжаю, ну, Чуров вышел, глава Центра Сбиркома, в этот, в коридор, пойдемте, говорит, пройдемся, Леонид Григорьевич, по коридору идем, он говорит, вы слышали заявление Госдепа? И я говорю, да, мне ребята вот сообщили, где Госдепша заявил, что самая неприемлемая кандидатура в президенты, это генерал-полковник Ивашов, вот, ну, и дальше там, в следствии, чему приведет и так далее. Я говорю, ну, это же Госдеп, мы-то в России избираемся, он, ой, Леонид Григорьевич, это серьезно, это серьезно. Ну, а потом, перед, в ночь, перед, вот, регистрацией объявления, мне, значит, ребята звонят, Леонид Григорьевич, дана команда вас снять, не регистрировать. Вот. А мы многое знали, ну, все же, военное сообщество, где, вот, как эти выборы проходят, проводят, ну, по Ельцину, например, выбор. Ну, да. Да, вот, когда 96-й год, вот, и мы всю эту сцену знали, там, ну, и секретные, там, секретные, не для граждан, не для, там, чиновников, а для этого были установки. И что делает, делал, делал, там, институт ФАПСИ, вот, задается, например, вот, когда Зюганов, Ельцин, да, задается, значит, цифра, какой должен быть результат. Ну, вот, там, 51 и 2. Для страховки, там, могут взять. Задается цифра, и дальше есть центр небольшой, вот, я сейчас не могу, а тогда мы выявили, и отследили ребята, что приезжают там крепкие хлопцы дежурить, и вот этот, задается программа, алгоритм этот, как бы там ни голосовали, ну, там же и корабли, там голосует, и посольство, в итоге все равно будет вот эта цифра заложенная заблаговременно. Ну, и вот я помню, и, значит, имел данные, как вот этот 96-й код, вот, когда Геннадий Андреевич там реально победил, да, как это делалось, и причем мне принесли аудиозаписи, как сосковец Олег Николаевич проводил совещание перед вторым туром выборов, вот, принесли все, вот, и мы знали это прекрасно, но, может, преждевременно вот это сказали, да, и вот мне в ночь перед, значит, регистрацией звонят, что Леонид Григорьевич срочно приказали искать антисемитизм в ваших речах выступления. Я, честно говоря, ну, даже где-то обрадовался, потому что я мог выдать такую фактуру по этому антисемитизму, так, причем источники, вот они, да, но когда туда подъехали, мне говорят, нет, вы, вас снимут, потому что вы на 52 минуты. Раньше начали вот это собрание по сбору подписей, я говорю, как, госпожа Воронова приехала, член центра сберкома с пятью своими сотрудниками, и она проверила все, и она, говорю, предложила, ну, это не считается, вот вас поэтому снимут, ну, а дальше где-то, где-то есть, как я заявил, да здравствует самый там, честный, и так далее, мы уже знали, что вот дана команда из Госдепа США вот сюда, в Россию, и поэтому бегали вокруг меня, там, значит, Медведев, там прибегает перепуганный, завтра, там, в 10 или в 11, Дмитрий Анатольевич Медведев ждет вас, я говорю, а он при чем? Ну, он же вот президент, там, так далее, я говорю, он не президент, выбранная компания, не поехал я, потом какая-то, там, женщина, три звезды в темном, правда, это три генеральских звезды, там тоже, значит, мне вот так, так, хватит эти игры, господин Ивашов, какую должность вы хотите в будущем, там, правительство, и так далее, я говорю, ну, я заявил об этом, я иду на президентские выборы, все, никаких там вроде выборов, вот, говорите, пока не помню, какую вы должность хотите получить, ну, вот такая вот ситуация, да, но тем не менее, тем не менее, я надеюсь, что Путин, вот, осознав, и даже озаботившись, тем, ну, именем, с которым он войдет в историю, потому что история, это очень строгий сутья, вот, и, возможно, вот он действительно может предпринять некий стратегического уровня действия, вот, по первоспасению российской государственности, она шатается, и, естественно, что первым его шагом будет официальное предложение МИ, перемирие с Украиной, но для этого, вот, чтобы мир, например, ну, дальше я уже говорю, там, культура, образ, вот он, приоритет, культура, образование, вот, там, наука, причем наука не вот это, и расплывчато, а есть ударные направления, прорывные, вот это он может сделать, и, и, конечно, кадровый подход, только профессионалы должны занимать свои места, и, соответственно, подготовка к кадрам, может, с этого начнет, но вот сегодня, сегодня, перемирие с Украиной, это важнейший вопрос, да, за столом переговоров, пусть там сотни лет сидят, главное, чтобы не погибал с одной и с другой стороны, вот этот генофонд нации, и русской, и украинской, а это, по сути дела, все единое у нас, вот, и, вот, прекратить, но прекратить могут сегодня не политики, развязавшие войну, а, может быть, ветераны, мы и до начала операции, мы тесно дружили с украинскими те же воинами-афганцами, готовили проект вот этого мира, вот, до начала боевых действий, готовили, правда, нам не в Москве, не в Киеве не разрешили, Александр Григорьевич Лукашенко тут тоже состорожничал, и проводили вот эти съезды воинов-афганцев, кто воевал в Афганистане, в Стамбуле дважды, англичане там рулили, по сути дела, этот проект не стали ни в Киеве, на банном, там, рассматривать, ни в Москве, в Кремле, а МИД мне, ну, значит, получим команду из Кремля, ну, будем делать, вот, то есть, есть возможность, и поэтому те, кто не участвовал в организации, они должны, пожалуйста, в виде общественного там мнения, общественных представителей, пожалуйста, в виде официальных делегаций, вот должны встречаться-то и договариваться о немедленном прекращении боевых действий. Даже вот первые договорились, так, каким образом, здесь различные способы, и с началом этой переговоры, или даже так, давай, там, послезавтра все боевые действия прекращаем. И вот, когда вот это подают, что, да, что там, ну, я помню эти, значит, с началом этой СВО, как там наши эти безбашенные там эксперты вечные, как там, значит, ведущий, да вы что, Владимир Владимирович будет звонить этому шуту Зеленскому, да ради того, чтобы не погиб ни один человек, стоило поднять трубку, позвонить, сказать, давай прекратим, садимся за переговоры. Не надо ждать, когда там из Вашингтона, или Лондона, какие-то указания, или Борис Джонсон там примчется опять. Вот так сняли, и вот просто поговорить, что давай прекратим, и дальше садимся, и будем вести переговоры. Сколько, да сколько потребуется. Главное, чтобы ни один наш гражданин, ни один украинец, ни один русский, не погибли. Да, Леонид Игоревич, вы прям предупредили мой завершающий вопрос, как раз как завершите свой, я вас хотел спросить, да, ну, вы уже все подробно рассказали, поэтому большое вам спасибо за разговор, надеюсь, что там по прошествии какого-то времени, когда как-то ситуация будет меняться, может после вот этой процедуры имитирующей выборы соответственно как-то обсудим, да, что поменяется. Спасибо, очень важно сегодня вот доносить эту точку зрения. В заключении, в заключении, еще когда на Кавказе там эта война шла, ну, мы писали под каждое вот событие, ну, как бы писали песни, мы, я пишу слова, а ансамбль ВДВ, ансамбль Александрова, они музыку, исполнение, другие там исполнители, и вот у меня есть такой рефрен, и в сердца командиров, стуча, как в набат, материнские слезы просили, берегите себя, берегите ребят, нас и так не хватает в России. Вот это нужно. Главный дефицит ни нефть, ни газ, ни так нас не хватает в России. Ну, эту песню можно найти там в интернете, называется «Ждите нас». Я думаю, все наши слушатели разделят эти слова. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Удачи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова